Приветствую вас, давайте попробуем немножечко лучше понять, что происходит с вашим мужчиной, что он в данном случае пытается сделать. То есть, вот это вот его поведение, да, при котором он с одной стороны вроде бы вами дрожит и вроде бы, как вы говорите, вас любит, с другой стороны он вас не отпускает. Значит, у этого есть два подхода. Два подхода к объяснению того, почему мужчина так себя ведет. Значит, первый подход решается в субъективной стороне. Мужчина ушел из своих предыдущих отношений для того, чтобы быть с вами. Хорошо это или плохо, мы здесь не говорим, но объективно человек, уходящий из одних отношений в другие, всегда воспринимает эти самые другие отношения, как средство для удовлетворения тех потребностей своих, которые у него были, когда он находился в предыдущих отношениях, не имея возможности удовлетворить их. Условно говоря, ваш мужчина пытался удовлетворить свои желания с помощью своих предыдущих отношений, но у него не получилось. И он начал это делать с вами. По сути дела, воспринимая человека в качестве средства, нельзя надеяться или как-то ожидать, что он будет воспринимать вас как-то еще, кроме этого самого средства. К сожалению, мужчина именно так вас и видит. Он видит вас как средство для достижения своих желаний. И все. Больше он вас не видит никак. И, конечно же, нельзя говорить о том, что он однозначно отдает себе отсчет в том, что его поведение не верно. Нельзя сказать однозначно, что он сам так хочет делать. Нельзя однозначно сказать, что он понимает, что он делает. Скорее всего, он не понимает. Но это не отменяет того факта, что он вам вредит. Следующий момент. Момент в большей степени объективный. И касается он того, чего мужчина, как бы это сказать, добивается. Добивается он того, чтобы наконец-то удовлетворить все свои желания. Верно? Я думаю, что да. Вопрос в том, он не был уверен в себе до конца, когда вступал в отношения предыдущие. Он не был в них уверен, иначе бы он от них не ушел, он бы не вышел из них. Значит, ваш мужчина, как бы это сказать, до конца не понимает, чего он хочет. И он сейчас остается на той же самой позиции. Так же, как и раньше, ваш молодой человек не понимает, чего ему нужно, чего он хочет, каковы его желания. И самое главное в этом моменте то, что он упрекает вас потому, что он нестерпственно боится, что вы поступите с ним так же, как вы поступили со своим предыдущим мужчиной. И он думает так из-за того, что наверняка сам готов поступить так же. Ведь он говорит, что любит свою бывшую. Вот этим, как раз таки, и опасны отношения, когда человек в них вступает, сразу из других отношений. И ваш мужчина доносит вам, ваш мужчина удерживает вас именно потому, что вы удовлетворяете его желаниям, какие-то желаниям. Он, в принципе, действительно вами не доносит. Он, в принципе, действительно не беспокоится о вас. Он не нацелен на то, чтобы сделать вас счастливой. Но он гораздо в большей степени хочет, чтобы у него было то, что нужно ему. И вы пока что. А именно такое средство. Для него на данный момент вы средству удовлетворения его желания. И для того, чтобы выйти из этих отношений, для того, чтобы даже не выходить из отношений, а чтобы хотя бы просто нормализовать ситуацию, нужно вам для начала понять, чего вы хотите сами для себя. Как вы хотите, как вы видите свою личную жизнь, как вы видите себя, какой вы видите себя. Дальше нужно понять, какую цель вы преследовали, когда вы, когда уходили из предыдущих отношений. Вы ведь хотели что-то получить, верно? Если так, то что вы хотели получить? Почему вы хотели это получить именно через другого мужчину? Не самостоятельно, а именно через другого мужчину. Почему вы завязали свои желания на кому-то, тем самым повернув в себя в зависимость. Понимаете, когда вы раз за разом человека прощаете, прощаете то, что он делает, например, прощаете то, как он к вам относится и так далее, для него падает ваша ценность. Условно говоря, он в меньшей степени уже боится вам что-то говорить, потому что знает, что вы все равно к нему вернетесь. И, как это ни странно, вы возвращаетесь. Так что же заставляет вас возвращаться к человеку, который вас так и норовит всячески оскорбить, унизит, задеть, который не заботится о вас, не ценит вас и так далее, который угрожает вам, который говорит о том, что не любит вас и так далее. Что заставляет вас возвращаться к нему раз за разом? Какие желания, какие потребности? Что? Дальше. Если говорить про самого мужчину, то у него определенным образом, совершенно определенным образом, можно сказать, что у него есть комплексы, совершенно определенным, можно сказать, что он в себе не уверен, совершенно определенным, можно констатировать, что мужчина подозревает вас, подозревает себя, и это гласит о том, что он чего-то боится. Совершенно определенное, что мужчина до сих пор не отпустил свои предыдущие отношения. Совершенно определенное, что мужчина не является свободным. то есть он вроде бы как уступил в отношения с вами после того, как, собственно говоря, разрушил свои предыдущие отношения. Но он эмоционально из них еще не вышел. И вот этот момент вам нужно так же для себя понять. Если человек говорит вам о том, что вот, ты знаешь, я люблю свою бывшую, например, это значит, что он о ней думает. Это значит, что он еще, как бы, эмоционально от нее зависим. И вам в этой ситуации бесполезно с ним спорить, бесполезно как-то пытаться что-то ему объяснить, доказать и так далее. Вам нужно здесь думать о себе, о своей независимости, о том, чего бы вы хотели, для себя хотя бы. О том, как вы видите свою дальнейшую жизнь, о том, как вы позиционируете себя в качестве женщины, как вы видите себя в качестве женщины и так далее. То есть, до тех пор, пока вы будете свои желания концентрировать на мужчине, на вашем мужчине, который у вас сейчас хорошего, не будет ничего. до тех пор, пока вы будете терпеть такое отношение и не увидите реальных изменений со стороны мужчины, тоже хорошего не будет ничего. если у вашего мужчины комплексы, а они у него определенно есть, эти комплексы, то простите, вы с этим поделать не можете ничего. мужчины, и если он хочет быть с вами, он с этими комплексами либо борется, либо если он не хочет быть с вами, он с этими комплексами не борется. у него нет другого выбора. И судя по тому, что он за своими комплексами никак не борется, не хочет понять, что его проблема только в том, что он опрекает вас в прошлое, получается, вас использовать. он стремится вас использовать только и не более того. К сожалению. И это значит, что вы позволяетесь с собой это делать. Вы позволяете ему использовать себя. Вопрос заключается только в том, для чего какую цель вы преследуете, когда позволяете ему вас использовать. Вот на этот вопрос нужно ответить, и тогда вам сразу станет понятно, как достичь того, в чем вы нуждаетесь, а по достижению этого, когда вы получите то, в чем вы нуждаетесь, будучи независимым, и вы уже примите решение относительно того, как раз уйдете ли вы с ним или нет. Скорее всего, вы от него отдалитесь, абстрагируетесь, уйдете опять же к маме, и уже не вернетесь по первому его слову. И тогда, когда от мужчины потребуются реальные, серьезные поступки для того, чтобы доказать вам, что он изменился и достоин того, чтобы вы были с ним, вот здесь и будет ключевой показательный момент. Если он захочет с вами быть, он изменится, если не захочет, он скорее всего либо оставит заходить, либо начнет проявлять к вам агрессию. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.